Каким был самый отвратительный акт мести, в котором вы когда-либо принимали участие? Для меня это был случай, когда моя девушка рассердила меня по причине, которую я уже не вспомню, и я погонял лысого в ее кофе. Она получила эмоциональную травму, когда я рассказал ей. Я работала официанткой и разносила коктейли. По непонятной причине парни думали, что если я работаю в паре, то это автоматически дает им право трогать, щипать, щупать меня. Я жаловалась несколько раз руководству, потому что многие шлепали и щипали меня так сильно, что у меня появлялись синяки. Но это ни к чему не привело. Мне, по сути, сказали, чтобы я смирилась. Я решила, что это чушь собачья, поэтому вшила канцелярские кнопки в нижнее белье. Эти кнопки покрыли всю поверхность моих ягодиц. Каждый раз, как кто-то хватал, шлепал меня за зад, в их руки вонзалась тысяча мелких иголок. В итоге руководство наказало меня за это. Но я уверена, что по сей день это была одна из моих лучших идей. Был один подонок Стив, который дружил с нашим соседом, который тоже был засранцем. В общем, этот подонок Стив решил, что будет забавно бросить баскетбольный мяч в рабочий фургон моего отца. Отец увидел это из окна и выбежал, чтобы оценить ущерб. Подонки убежали. Мой отец осмотрел вмятины, которые они оставили на задней двери его машины. Он был вне себя от ярости. Но родителей засранца не было дома. Они уехали на выходные. В 22.30 того же дня эти придурки были пьяны в хлам. В доме не осталось никого, кроме них. И они выпили пиво отца засранца. Подонок Стив отключился на заднем дворе. И сын соседей попросил нас помочь ему затащить друга в дом. Я и мой младший брат подошли к нему и затащили Стива в их подвал. Сосед тоже отключился. Тогда мой брат придумал и осуществил самый негуманный акт мести, который мне довелось видеть. Он посрал в полиэтиленовый пакет, затем выгрузил содержимое этого пакета в заднюю часть обвисших спортивных штанов подонка Стива. Подонок Стив ни разу не обмолвился об этом. Он по сей день думает, что обосрался. Мой сосед сейчас сидит в тюрьме по шести пунктам обвинения в краже со взломом. Несколько лет назад у меня были серьезные разногласия с банком. Они были совершенно неправы. Отказались признать это, как и возместить расходы, которые я понес. Поэтому я пошел в продуктовый магазин, купил огромный кусок рыбы. Затем пошел в тот банк и положил рыбу в свою банковскую ячейку. В течение следующей недели или двух я один-два раза сходил в банк. Чувствовалась какая-то вонь, но не настолько сильная. Однако примерно через неделю мне позвонили из банка и попросили прийти. В зале находился менеджер, который оболванил меня во время предыдущего спора. И еще несколько людей, которые стояли возле своих открытых банковских ячеек. Не открыта была только моя. Вонь стояла ужасная. Я открыл ее. И, конечно же, внутри лежал гнилой кусок рыбы. Менеджер накричал на меня. Вы положили кусок рыбы в вашу банковскую ячейку? Я сказал, слушай, приятель, ты хоть знаешь, сколько сейчас стоит лосось? Попросил его убраться с моей дороги и ушел оттуда прочь. Мне было немного неловко за то, что я причинил неудобства другим людям, которые хранили свои ценности в ячейках банка. Но это полностью того стоило. Это не моя история, а пожилого рабочего из многоквартирного дома, в котором я жил прежде. Он услышал, что в его районе участились случаи взломов автомобилей, а он тогда только купил себе новый джип. В течение недели его джип тоже был взломан. Ему пришлось заменить окна, написать заявление в полицию. Он думал, что на этом все закончилось. Однако на следующей неделе он вышел из дома и увидел, что окно его машины снова разбито. Ему пришлось снова все заменить, написать еще одно заявление в полицию и все такое. В итоге он купил себе новую крутую стереосистему, но он знал, что в его районе продолжаются взломы автомобилей. И тогда он решил приклеить позади своей стереосистемы бритвенные лезвия, чтобы грабитель порезал пальцы. В течение недели он вышел из дома и увидел, что его окно снова разбито. Но он помнил, что приклеил бритвенные лезвия к стереосистеме. Поэтому он подошел к своему джипу и увидел то, что по его словам было похоже на место убийства. Он рассказал, что кровь была повсюду, а на тротуаре остался кровавый след от человека, который взломал его автомобиль, но стереосистема осталась на месте. Больше никто не взламывал его джип. Он говорит, что ему до сих пор немного жаль этого человека, но зато его проигрыватель остался на месте. Это было в первом классе. Я мочился у писсуара в школе, в которой я учился. Я спокойно делал свое дело, когда школьный хулиган схватил меня за плечо и толкнул в сторону писсуара. В замешательстве я развернулся к нему, забыв убрать свой шланг, который в результате был выставлен на всеобщее обозрение. Так как я был не обрезан, а большинство учеников в моей частной школе были евреями, хулиган и его компания начали показывать пальцем на мой нерасчехленный кинжал и смеяться. В итоге я откусил кончик его пальца. Вскоре меня оттуда исключили. Я знаком с одним парнем уже около семи лет. Сколько я его помню, он постоянно делал все, чтобы лишить своих приятелей возможности почпокаться. И спал с их девушками. Я начал встречаться с одной девушкой. Не прошла я неделя, как он сказал ей, что у меня два ЗППП, и я спал с огромным количеством девушек. В итоге она целовалась с ним. Я решил, что отомщу ему. Обязательно. Я оборвал все контакты с ним и забыл о его существовании, пока не прошло три года. Я встретил его на небольшой вечеринке. Пятеро парней, четыре девушки. Он пытался заполучить дочь богатого местного бизнесмена, однако у него это не очень получалось. Дочь бизнесмена оказалась больше заинтересованной во мне. Она буквально отбрила его и начала уделять мне все свое внимание. Через час я уже был готов закрыть сделку. Я решил сходить в туалет, прежде чем попытаться подкатить к ней, потому что ничего не убивает настроение больше, чем фраза «мне нужно отлить» посреди отсоса. Когда я вышел из туалета, меня встретили две девушки, надавали мне пощечин и накричали. Третья девушка поднялась наверх с моим старым приятелем-мудаком. Он сказал этим девушкам, что я и мой друг, который тоже был на вечеринке, пришли только для того, чтобы покувыркаться с телками и сфотографировать их голышом, пока они будут спать. По его словам, у нас целая коллекция таких фотографий, которыми мы охотно делимся со всеми. Он обрисовал нас как жена ненавистников. Я потратил целых 20 минут, чтобы убедить их, что это неправда. Но как только они поняли, что на самом деле произошло, у меня появился план. Они напишут сообщение девушке, которая ушла наверх с мудаком и попросят ее спуститься. Она уговорит его выпить очень много алкоголя. Он сделал это и поплелся обратно в комнату к девушке, решив, что ему сейчас перепадет. Мы забрали из гостиной парня, который отключился чуть раньше, и положили его в одну кровать с мудаком. Этот парень тоже заслужил такой мести, так как он помочился на ковер и его дважды вырвало на очень дорогой кожаный диван. Мы сняли с них одежду и раскидали по комнате. На следующий день он выбежал из спальни с шокированным выражением лица, как бы спрашивая, какого хера? Мы все в ответ начали хлопать в ладоши и высказывать слова поддержки. Я не участвовала в этом, но работала с девушкой, которая это сделала. Муж девушки был настоящим уродом, изменял ей, распускал руки и т.п. Девушка решила отомстить. Она работала в роддоме и ухаживала за новорожденными в педиатрии. На протяжении примерно нескольких недель она собирала выброшенную крайнюю плоть после каждого обрезания. Как только она собрала достаточно, не знаю, как она определила, что уже достаточно, она приготовила суп на ужин для своего мужа. Он, по ее словам, съел две тарелки тем вечером, а остаток забрал с собой на работу, чтобы съесть во время обеда на следующий день. Насколько мне известно, они сейчас в разводе. Когда я был маленьким, в нашей округе жил один парнишка, который был старше меня примерно на 5 лет. Он постоянно задирал меня и моих приятелей. Мы практически ничего не могли сделать, учитывая, что он был крупнее нас, примерно на 90 килограмм, кроме шуток. Однажды мы все играли в бейсбол, когда он попросил у нас воды. Не знаю, как так вышло, что я придумал это, так как прежде я ничего такого не делал. Но я без малейших колебаний схватил самую крупную кружку из нашего шкафа, пошел в туалет и набрал воды из унитаза. Я до сих пор помню, как он хлебал эту воду, схватив кружку двумя руками. В то время эта затея показалась мне очень веселой. Я взяла шприц и острый соус, впрыснула его в один из тампонов моей соседки по комнате и стала ждать. Через пару недель меня разбудил истошный крик, который я могу сравнить только с воплем банши. Я понимаю, что, пожалуй, перекнула палку и могла причинить ей непоправимый вред, но мне почему-то все равно. Она была и остается очень ужасным подобием человека. Друг моего друга служил за границей, поддерживая отношения на расстоянии со своей девушкой. Она, по глупости, воспользовалась общей электронной почтой, чтобы договориться о встрече с другим парнем. Прошло несколько месяцев, и он вернулся домой. Он проехал несколько сотен километров, чтобы забрать ее и отвезти в отель на романтический отдых. Когда они были в машине, он вручил ей папку с бумагами. Это были распечатанные электронные письма, которые она отправила и получила. Она была смущена и напугана, начала извиняться и плакать. Он остановил машину, высадил ее и поехал в отель, как изначально планировал. Через пару часов она начала стучаться в его дверь, все еще плача и извиняясь. Она сказала, что не хочет, чтобы их отношения прекратились, что она готова на все. И он попросил ее доказать это. Он сказал ей, чтобы она пошла в тату-салон неподалеку и набила его имя на своей вагине. Представьте себе, через пару часов она снова постучалась в его дверь со свежей татуировкой на теле. Он рассмеялся ей в лицо, сказал, что сделал это для того, чтобы она знала, кто остался в дураках, и захлопнул дверь перед ее носом. Когда я жил в общежитии, один из моих соседей по блоку привязал меня к кровати пищевой пленкой, когда я был пьян, и я пропустил два довольно важных экзамена. Однажды на выходных этот придурок уехал домой со своим соседом по комнате. Так что я нассал в полиэтиленовый пакет и положил его в морозилку, чтобы жидкость стала плоской. Взял этот леденец, подсунул его под дверь соседа, и в течение следующих нескольких дней он таял. Наше общежитие стало буквально самым вонючим в кампусе, и я горжусь этим. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые супер интересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании, и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok